Привет! Меня зовут Кирилл Дурбасов. Я президент компании Мультифинанс. В этом панкасте я покажу, как работать с CRM Megaplan и как правильно заводить кросс-селлинг и дальнейшем его отслеживать. Давайте начнем сразу с заведения кросс-селлинга. Что подразумевает кросс-селлинг? Заходим, например, в сделки и заводим новую сделку. Кросс-селлинг это продажа другого продукта, отличного от того, который у нас клиент, например, что-то уже покупал. Это значит, что когда мы создаем новую сделку, мы уже подразумеваем, что у нас клиент этот есть, поэтому, ну допустим, ну давайте, давайте я заведу на себя, например. Ну вот у нас есть тест, тест и всякие. Ну вот, допустим, тест. Тест оф тест. Например, такой был клиент. Тест оф тест. Мы хотим завести на него другой продукт. Например, до этого у него была страхование зеленой карты, а сейчас мы хотим завести ОСАГО. Допустим, мы уже здесь пишем, что это кросс-селлинг. Вовлекатор. Ну, здесь вовлекатор мы пишем того человека, кто его кросс-селлинг. Кто сделал по нему кросс-селлинг. Кросс-селлинг может быть тот человек, который доставлял страховку. Может быть тот, кто делал пролонгацию. Например, Борис звонил по ОСАГО и взял рекомендацию на КАСКО или на другой продукт. Либо это тот человек, который занимается прозвоном клиентов качества, делает качественные звонки и получает рекомендации на другие продукты. Итак, вовлекатор у нас... Ну, давайте, допустим, это был Тарасенко. Например, ездил на доставку, пишем Евгения Тарасенко. Финансовый эксперт. Тот, кто ответственный за сделку. Ну, в данном случае мы назначаем ответственную за сделку эту Александру. Она будет контролировать у нас прозвон. Так как все информации о таких кросс-селлингах падают на Александру, то ее же мы поставим, как будто она это вводила. Ну, на самом деле, это я. Ну, давайте попробуем. Двойное значение есть такое. Так как я завожу, соответственно, меня и заводим. Ну, здесь аудиторам надо поставить Тарасенко, чтобы он тоже имел такие права смотреть, на каком этапе находится сделка. Но у него нет прав на аудитора, поэтому оставляем. А, руководителя продаж. Да. Рубасованный листаем. Вид сделки. Вид сделки. Это у нас, например, так, мы у нас ОСАГО рассматриваем. Количество продуктов один. Как вы узнали нашу компанию? Угу. Так, постоянный клиент. Финансовый продукт. Финансовый продукт ОСАГО. И дальше пишем Сохранить. И переводим его в статус. В статус переводим Cross Selling. Cross Selling. Да, но для того, чтобы отследить этого клиента в Cross Selling, нам надо запланировать по нему следующий шаг. Следующий шаг. Планируется, вот все сохранился. Следующий шаг. И клиент находится на этапе, так, на этап Cross Selling он, я так понимаю, не перешел. Сейчас мы его перейдем на этап Cross Selling. Переводим его на этап Cross Selling. Проверяем. Перешел. Да, клиент перешел на этап Cross Selling. И добавить дело. Ну, мы знаем, что ему надо позвонить, например, 23 октября у него будет страховка, значит, за две недели где-то позвонить 10 октября 2012 год. Система автоматически определяет даты, но вот 10 октября не поставил. 10 октября. И сохраняем. Также нам в комментариях надо написать, о том, описать сделку. То есть, 23 октября 2012 года заканчивается ОСАГО. ОСАГО было уформлено в Росгострахе. Всё. Мы сохраняем ещё раз это всё, что мы внесли. Всю информацию сохраняем. Ну, вот здесь даже, наверное, мы можем так сделать. Так как это новая сделка, мы можем... Начало действия договора. Ну, пока по этой сделке никакой информации нет. Следовательно, мы... Всё. Соответственно, мы завели клиента правильно. Теперь нам надо этого клиента отследить. Опять же, заходим в сделки. Как нам следить за этим клиентом? Заходим в сделки. Брюки превращаются, брюки превращаются, брюки превращаются. Вот, заходим в сделки и создаём новый фильтр. Нам что нужно по этому новому фильтру? Ну, во-первых, нам нужно... Так как это все сделки будут находиться на... С определённом статусе мы выбираем статус. Да, статус кросс-сейлинг. Следовательно, ближайший результат. Ближайшее дело. Ну, ближайшее дело мы, например, ставим... Ну, так... Пам-пам-пам-пам. Надо поставить всё будущее время. Ну, давайте пока не будем ближайшее вставить. Делаем. Мы сейчас просто поставим кросс-сейлинг. Угу. 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 Угу кросс селинг здесь пишем кросс и пишем сахарами так ну вот у нас получилось сейчас может быть конечно справится эта штука кросс селин кросс селин кросс селинг вот у нас тут много разных клиентов но на самом деле нам надо найти именно тестов тест вот например тестов тест видео если мы например поставим фильтр то есть можно несколько фильтров ввести один из которых это ближайшее дело и например ближайшее дело мы можем поставить период и например это будет октябрь с первого октября по 31 октября еще посмотрим что у нас планируется какие ближайшие дела у нас планируется на октябрь одно из этих дел которые у нас планируются на октябрь сейчас еще раз мы проверим правильно работает здесь иначе 31 октября и ближайшее дело все сохраняем еще раз сейчас обновляем наш поиск все мы видим что наш тестов тест 23 октября заканчивается сага но опять же здесь нам надо можем немножечко привести тот вид который мы хотим добавить менеджер добавить номер телефона можем добавить тип сделки вид сделки это все вот сюда сумма нам нужно ближайшее дело после перед сделкой к сожалению система издевается над нами так давайте еще раз ближайшая сделка до ближайшее дело клиент в тип заявки и тут у нас счет был такой вид сделки чтобы нам понимать какой продукт у нас идет cross selling но все соответственно до вы сделки описание сделки статус менеджер который с этим работает ну сохраняем в итоге у нас получается такая картина мы можем увидеть сразу по клиенту конкретному ну например вот по тесту по тесту тест есть телефон и мы можем понять что 30 октября в 15.00 тоже будут какие-то пролонгации или cross selling на самом деле можно с не работать не с одним фильтром а с нескольким и допустим поставить не в октябрь какой-то мифический а например поставить ближайшее дело ближайшее дело например поставить текущий месяц да и все мы сохраняем смотрим что у нас в текущем месте но опять же видно что мы что-то прошляпили какого-то там по стоимость улиц в прошлом году про папа 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 вот горбунов семен иванович но здесь можно посмотреть что 30 августа у нас будет 15 августа вот 27 августа 10 августа ну вот этим всем вещами надо александр будет заняться все в общем это в целом о том как работать крусселлингов как заносить заявку и как ее потом дальнейшем мониторит настроив у себя фильтр все всем спасибо все свободны все Aladdin за субтитры и за субтитры и за субтитры они приятного не